Итак, дорогие друзья, сегодня поговорим про Samsung Galaxy S24 FE. Честно говоря, немного у меня разочаровал, и дело даже не в достаточно высокой цене. Мне не нравится. Экран 6,7 дюйма. 6,7 дюйма, таких аппаратов полно на рынке. Можно купить любого китайца на 6,7. Можно взять A35, A55, там будет 6,5, 6,6. Как по мне, именно S-серия, S-серия у нас флагманская, а она была интересна какой-то относительной компактностью. Там 6,1, 6,2 дюйма. Ну, может быть, с какой-то натяжкой 6,4. 6,7 это абсолютно среднерыночные показатели, далеко не по тем ценам, которые продают качественные китайцы. Тот же Nothing Phone у нас. Realme, OnePlus, Honor, и далеко не самые такие, можно сказать, простые и дешевые аппараты, но, тем не менее, у них и батарейка даже будет больше, забегая наперёд. Здесь у нас Full HD+, динамика OLED, 120 Гц, HDR10, полная классика. Android 14, ну, обычно, нормально, уже конец 24-го года. Exynos 2400E, графика XFLIX 940. Но процессоры Exynos, они по принципу тех же Google Tensor, они не игровые, от слова совсем. Да, он может за счёт своей большой выстрелительной мощности, за счёт современной архитектуры, он может много чего запускать, но в играх он не будет показывать прям заоблачную производительность. Смотрите, у нас тут даже 10 ядер. И тут сложная архитектура, компоновка ядер, он больше энергоэффективный, искусственный интеллект, там всякие интересные приколюхи, там фото-видеомонтаж, аудиокодеки. Но при этом всё, он не игровой, и при этом сам аппарат, ну, не сказать, что дешёвый. Да, это аппарат на каждый день, это прикольно, это классно, но всё равно человек, покупая там телефон практически за 30 тысяч, захочет что-то туда скачать. Смотрите, у нас три модуля. У нас 50 Мп основной модуль, у нас ультраширик 12 Мп, телевик на 8 Мп. Есть Full HD, 4К, 60 кадров в секунду, ну, 4К, даже 30 кадров тоже было бы неплохо. Здесь сделали 60 кадров, не все этим будут пользоваться. 4К достаточно много памяти жрёт, у вас в телефоне будет забита постоянно память. Опять же, смотрим, у нас есть даже 8К, 30 кадров в секунду. Хотелось бы, конечно, и вариант с памятью побольше. Но Fun Edition, это у нас версия облегчённая, урезанный флагман. Но на урезанный флагман за 30 тысяч звучит, как какое-то издевательство или полный маразм. У нас основная селфи-камера на 10 Мп. 5G у нас присутствуют, дорогие друзья. Сканер отпечатка в экране, стереозвук, но это полная классика. 4700 батарейка для дисплея 6,7 дюйма. Это даже ниже среднерыночного стандарта. У нас 5000, как правило, идут во всех аппаратах. 25 Вт, быстрая зарядка. Есть у нас беспроводная зарядка. Комплектация тоже тут пишет, зарядка есть, но её, как правило, нет. Мы сейчас на Allo перепроверяем. Опять же, для каких-то отдельных стран, там на уровне законодательства заставляют даже наушники вложить. Но это, как правило, очень редкое явление. Ну, естественно, у нас NFC есть. Я в официальной продаже не вижу, чтобы здесь у нас, дорогие друзья, присутствовала зарядка в официальном смартфоне. Смотрите, у нас производство Вьетнам. Страна регистрация бренда. У нас Южная Корея. Это для тех, кто не хочет китайский аппарат. Габариты 162 мм, потому что 6,7 дюйма дисплей. 213 грамм, потому что стекло, потому что у нас металлическая рамка, потому что у нас премиальный бренд, премиальный смартфон, премиальные материалы, всё хорошо. Движ-малина, наглаженные у нас, всё хорошо. Но зарядка 25 Вт, это курим на смех. И цена не маленькая. Опять же, я не засираю, я ничего не говорю плохого. Если цена будет его буквально через пару месяцев, по принципу тех же Google пикселей, которые на старте стоят 40 тысяч, а спустя где-то 2-3 месяца они стоят 30 тысяч, а сейчас они вообще тот же Pixel 8a, можно тысяч за 18 взять. Хотя на старте его там сватали за 40 тысяч. Если цена этого аппаратика упадёт по низу рынка, можно будет этот полуофициальный взять тысяч за 20. Да, это неплохой вариант. На каждый день можно и видео поснимать, и фото подделать, красочный дисплей. Но 6,7 дюйма для меня лично неинтересная диагональ. Я бы даже тот же Pixel 8 или 8a взял. Смотрите, для тех, у кого нету 30 тысяч, или просто кто не хочет принципиально их тратить, у нас есть Motorola Edge 50 Neo. Аппарат также недавно анонсированный. Классный дизайн, смотрится бодро в таком тёмно-сероватом, в синеватом, как-то довольно бюджетно. Он, ну, как-то таким пластиком потягивает. А вот в таком золотистом вполне может быть 6,4 дюйма. У нас практически 2К-разрешение, там Full HD+, два раза, 459 PPI, AMOLED, LTPPO у нас, 120 Гц, HDR10. Ну, это классика. Android 14, Dimensity 73, 2.0. Он, не сказать, что сильно мощный, график AMOLED G615, любимая, дорогая у нас. Но он 1700 жмёт в Antutu. Для людей, которые не играют в игры, хватит его за глаза. Пару лет получают обновления. Какие-то кодеки, видео, звук, там, зачатки искусственного интеллекта, 8 ГБ. У нас оперативка 256 стройка. Да, аппарат не блещет с супертехническими здесь инновациями, новшествами. Очевидно, что он слабее по характеристикам. Но по камерам, смотрите, у нас 50 Мп, модуль стоит Sony. 13 Мп, ультраширик. И телеобъективчик у нас на 10 Мп с диафрагмой 2.0. Смотрите, что важно знать по модулям камеры. Это может быть Samsung, может быть Sony, как в данном случае 700C. Может быть, там, не Vision, там, некоторые модули, тот же ультраширик или там, фронтал какая-нибудь. Но эти все модули, они все среднерыночные. Всего там несколько производителей. То же самое у нас процессоры. Там, медиатеки, Snapdragon, и те же Exynos, и Tensor делают свои. Но хотя Tensor это хорошо замаскированный, по сути. Хорошо замаскированный у нас Exynos, Samsung процессор. И смотрите, их кто делает? Samsung, TSMC, там, какой-нибудь, Huanan, Huawei. Понимаете, их не делают какие-то компании, которые вообще там вчера появились на рынке. Те, эти все фирмы, которые делают эти процессоры, эти модули камеры, эти модули память. Кто у нас делает память? Samsung, Hoonix. Эти бренды, они уже лет 30. Это все делают даже в самых дешевых китайских аппаратах у нас на Алиэкспрессе. У нас все равно будут стоять датчики Sony. Они будут не самые там новые, не самые там передовые, очень бюджетные. Но все равно это будет какие-то среднерыночные, средневзвешенные решения. Иначе просто в противном случае оно работать не будет вообще. Соответственно, даже покупая аппарат какой-то подешевле, вы, скажем так, экономите в цене, недополучаете некоторые характеристики. Они выглядят не так классно на бумаге, но по факту, если вы, как среднестатистический пользователь, обыватель, там, не фотографируетесь каждые, там, 15 секунд, вам вполне будет нормально и на эту фронтарку сделать какую-то фотографию. Основным модулем, если вы на отдых поедете, что-то поснимать. Опять же, в полной темноте у вас будет полная фигня. Нужно как снимать? Если это какие-то стрит-фото, городской пейзаж, какие-то там travel-фото, нужно всегда выходить на полчаса раньше, посмотреть, найти локацию, найти место. Опять же, дождаться, когда включается у нас уличное освещение, автомобили включают фары. И еще небо при этом более-менее синее. Есть какое-то естественное освещение, какое-то, может быть, где-то там закатное солнце, что-то там, какую-то луну словить, как она выходит. Да, если вы просто выйдете в час ночи, начнете просто какие-то мусорники фотографировать, но это на любой аппарат будет дерьмо. Даже на фотоаппарат, там, за 10 тысяч долларов. Всегда делайте несколько дублей, на случай, если там рука дрогнула, или там, или модель глазом моргнула. Просто это применимо даже на съемки на дорогие фотоаппараты. Смотрите, возвращаясь к нашему аппарату, у нас присутствует Tijin, Anosim, E7, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, естественно, сканер отпечатка в экране. Батарейка у нас 4300, Motorola Turbo Power. Опять же, здесь зарядка не идет, но у нас 68 Вт. Это быстрая зарядка. Есть беспроводная зарядка на 15 Вт. Вот это вот небольшое, можно сказать, уменьшение батарейки, и небольшое уменьшение дисплея, диагонали дисплея. Все это позволило сделать габариты чуть-чуть меньше. 154 мм у нас высота, и вес 171 грамм. Забегая наперед, если я себе буду брать какой-то аппарат, чуть-чуть более интересный, чем то, что за 10 тысяч гривен, я себе взял бы этот аппарат, мне гарантированно на несколько лет хватило. И смотрите, для тех людей, кто хочет все-таки хорошие характеристики, и при этом не переплачивает им 100 500 тысяч миллионов денег. У нас Xiaomi 14T 6,6 дюйма дисплей, разрешение 2К, AMOLED 144 Гц, Android 14 и Dimensity 8300 Ultra. Он набирает где-то 1,3 миллиона баллов в Antutu. Это уже интересно. Здесь и поиграть уже можно, и в общем-то все неплохо смотрится. 12 гигов оперативки, 256 стройка, есть вариант на 512. 3 модуля камеры, смотрите, у нас 50 мегапикселей Sony, 12 мегапикселей ультраширик, телеобъектив на 50 мегапикселей, там гибридный зум, это все понятно. Full HD 60 кадров, съемка 4K 60 кадров, там замедленные съемки, это все, естественно, присутствие. Это оптическая стабилизация, оптика, лейка, что, к слову, в принципе, интересно. Да, это может быть и маркетинг, но все равно это интереснее, чем что-то другое, потому что вы заплатили деньги, получили, ну, что-то интересное, какая-то интересная вещица за, казалось бы, ну, относительно небольшую сумму за эти характеристики. Все-таки 20 тысяч за Xiaomi, почти 30 тысяч, там, 29 тысяч за Samsung, это все-таки разница. Смотрите, у нас фронталка 32 Мп, как я и говорил, у нас 5G, у нас есть Wi-Fi, Bluetooth, NFC, сканер отпечатка в экране, у нас 5000 батарейка, что уже максимально стандартно на это время, у нас 67 Вт, быстрая зарядка, у нас IP68 присутствует, он вышел довольно интересный по габаритам, но, смотрите, здесь у нас по комплектации в глобалке зарядка может быть, а у нас не будет, потому что у нас уже, как для Западной Европы, как Европа уже. Смотрите, эту зарядку можно докупить, да, она стоит каких-то денег, но это будет достаточно быстрая зарядка. Все-таки 67 Вт, относительно стандартный габарит, и не сказать, что компактный, но меньше, чем некоторые аппараты, у которых дисплей еще больше. И это все суммарно смотрится интереснее, чем Samsung. Samsung сделать цену 20 тысяч, Samsung за счет более узнаваемого бренда, за счет того, что он на слуху, все говорят, что Samsung это классно, Apple это классно, а вот какие-то аппараты, это уже китайцы, там и все, а вот Samsung, надо брать Samsung. Будет 20 тысяч, будет Samsung за 28 тысяч практически. И по сути 29 тысяч, конечно, можно поискать и найти какие-то варианты поинтереснее. Ну, а всем я желаю купить такой смартфон, который вы хотите, пусть даже это будет какой-нибудь iPhone, Sony или Google Pixel. Подписываемся на канал, всем пока.